Здесь сегодня состоится матч между обновленным новым Миланом и командой Боруссия Дортмунд. Стартовал Международный Кубок Чемпионов, главный летний турнир во всем мире. Он проходит в этом году в трех странах, в США, в Китае и в Сингапуре. И, соответственно, одна из первых игр турнира – это игра между Миланом и Боруссией Дортмунд. Естественно, игра увлекательная, игра интересная, игра ожидаемая. Еще и потому, что сегодня мы знакомимся с новым Миланом. Да, сегодня не все новички в составе, еще некоторые даже не пролетели в Китай, но тем не менее. Это состав Боруссии Дортмунд, состав Милана тоже мелькнул на экранах. Я еще, естественно, подробнейшим образом поговорю и о составе итальянцев, и о составе немецкого клуба. В Милане больше любопытных изменений, в Боруссии поменьше, но отметим, что в составе Китай. Абамиян с мячом, пас на правый фланг, до состава Милана пока никуда не доверемся. Удар поворота, Дембеле снова бил. И мяч в руках у Марко Стурари. С него и начнем. Говорит баллиста Габриэль Палетто, Кристиан Сапата, Иньацо Абата и Родригес. Опасный момент. Палетто играет в подкате. Пьер Эрик Абамиянк. Еще один пас на Дембеле. Атака хорошая. Удар поворотом. И сейчас просто не везет Боруссии Дортмунд. Усман бил прекрасно в дальний угол, но просто не попал. Еще раз смотрим за этим движением и за этим ударом. Дождь в Гуанчжоу. Я думаю, что это, конечно, будет сильно сказываться. Налево. Передача проходит на Родригеса. Еще одно приобретение Милана Родригеса. Рикардо Родригес подает. Хороший момент. И удар. Удар Ньянган. Вот, пожалуй, впервые Милан. По-настоящему. Андефсей. Кулишич. Штрафной соперника. Под удар. Удар. И 1-0. Боруссия Дортмунд. Боруссия Дортмунд забивает. Но Решахин отличился. Великолепный. Получился удар. Ну и, конечно, абсолютно свободное пространство было для Нури Шахина. Это заметил Пулишич. Он стал автором голевой передачи. Ну а Нури Шахин забил первый гол в нашей игре. 1-0. Боруссия Дортмунд впереди. Еще раз смотрим Пулишич. Технически очень работал. Дождался. Шахина. Здесь абсолютно свободное пространство. Маури, который, собственно, является опорным хавбеком, застрял в центре своей штрафной. Не успел выбежать в необходимую зону, в необходимую точку. И, по сути, расстреливал уже Нури Шахин с Турари. С Турари с этим ударом не справили. Пулишич. И что здесь? Пенальти. Жан Клей довольно уверенно показывает на точку. Арбитер сегодняшнего матча категоричен в своем решении. Пенальти он считает, что был в этом эпизоде. И Жан Клей назначает пенальти. 11-метровый удар. Ну, давайте разбираться. Здесь Пулишич мяч обрабатывал. И Палета влетел. В него сзади задел по ноге. Опорно, естественно, свалился. Пулишич и заработал пенальти. Американский полузащитник. А габонский нападающий Пьер Эрик Аубаминянг сейчас может забить мяч своей бывшей и, возможно, будущей команде. Итак. Пьер Эрик против Марко Стурари. Удар Аубаминянга. И гол! 2-0! 2-0. Боруссия-Дортмунд. Боруссия-Дортмунд забивает второй мяч. Пьер Эрик Аубаминянг, который, между прочим, сегодня с утра выложил в свою социальную сеть, инстаграм, фотографию в футболке Боруссии и футболке Милана. Удар, конечно, с роскошной. Без вариантов для Марко Стурари. На неудобной высоте мяч летел для вратаря, и поэтому Пьер Эрик вправе улыбаться. Ну, так вот, он выложил фотографию футболу. Леонардо Балунчев, футболист Милан. А это Карлос Бака. Карлос Бака технично играет Бака. И удар по воротам. Какой гол! Бака сейчас удивил всех. Потому что все ждали передачу, а Бака вот так изощренно решил пробить. И, кстати говоря, ведь как подготовились китайцы к голу Милана. Сразу запустили после гола гимн Милана на весь стадион. Давайте пока насладимся действиями Баки. Он здесь обыграл соперника. И далее удар шведой. Да, он шведкой пробил в дальний угол. Мне кажется, Вайденфеллер, ну, просто совсем не ожидал такого развития событий. Потому что удар был не сильный, но очень неприятный. Такой пух абонементов была запущена не в конце июня, как у многих бывает. А Бумиян тем временем с мячом, он уже в штрафной. И Пьер Эрико хорошо действует. И какой пас! Как сыграл Бумиян в этой ситуации. Замечательно. Он играл в палету и далее довольно хитро. Отбросил мяч назад. И здесь уже Себастьян Рёдой, насколько я понимаю. Именно он. Нет, это, конечно, Гонсало Кастро был. Это Гонсало Кастро. Бил по воротам. Вбежал он в штрафную. Ну, и просто не поймал мяч как следует. А Бумиянг. Прекрасен. В этом моменте все сделал грамотно. Еще и пас был. Баруси. Это Гонсало Кастро набирает скорость. Открывается партнер слева, справа. Какие варианты? Пас в штрафную. Неплохо. И гол! Пьер Эберик. Абумиянг обморбляет дубль. В сегодняшнем матче какая молниеносная. Действительно реактивный выпад Баруси. Вперед в лучших, в лучших традициях команды Юргена Клоппа. Той самой Баруси, которая так умела контратаковать. Да и команда Тухи этим отличалась. Ну и сейчас, я думаю, доволен тем, как гол был забит. Петер Бош. Смотрим. Райман. На Кастро. Кастро ускоряется. И тут же ищет варианты слева, справа. Смотрит в обе стороны. В итоге пас в штрафную на партнера. Это был Пулишич. И тот в два касания. Одним обработать. Вторым сразу же. Моментально буквально туда, в зону.